Наверное, перейдем к моему выступлению. Я подведу итоги двухлетнего периода нашей деятельности в области постковидного синдрома. Потому что мы как раз, ну почти ровно два года назад начали эту работу. Вот. Начну с отсутствия конфликта интересов. Это компаниями не поддерживается сообщение, ни лекарственных средств, ни изделий медицинской техники. Это просто сообщение о деятельности нашего терапевтического общества. Ну, может быть, в какой-то степени конфликт интересов в том, что я возглавляю это общество. Это моя основная работа. Значит, мы в сегодняшнем с вами разговоре будем неоднократно говорить слова впервые и гипотеза. Они, может быть, звучат диковато для нашего слуха, да, и мы привыкли больше к рандомным исследованиям, большим выборкам, группам сравнения и так далее, и так далее. Но мы-то как раз здесь говорим о том, что мы впервые, поэтому у нас нет сегодня тех доказательных исследований, о которых привыкли, к которым привыкли врачи и научные работники. Вебинар обязательно будет опубликован. Все наши вебинары на Ютубе и на Рутюбе тоже публикуются. Я просто на вопрос отвечаю. Так вот, впервые в июле 2020 года был предложен термин постковидный синдром. Это был вебинар заключительный. Я даже примерно могу вам назвать дату. Это примерно 25 июля 2020 года, когда мы сформулировали постковидный синдром как тему. Рассказали про его патогенез, создали образ болезни, что это принципиально важно. То есть мы его описали, какие симптомы, какие проявления этого заболевания относятся к постковидному синдрому. Потом мы это все валидизировали в процессе, неоднократно подтверждая наши данные. Ну, я не стал приводить исследований, которые мы проводили, такие лонгутидинальные исследования. Например, мы трижды сверяли группы постковидных больных по симптоматике. Вначале как бы классический ковид, потом когда превалировала дельта. То есть это где-то зима 2021-2022 года. И уже ближе вот сюда, когда пришел омикрон. Там есть определенные различия в этом образе болезни, но в целом образ болезни был описан нами. Я, кстати говоря, не знаю другого описания образа болезни, хотя многие признаки так или иначе люди отмечают, но не все то, что мы накопали и нашли. Тогда же, в июле-сентябре 2020 года, мы четко сформулировали гипотезу о том, что постковидный синдром – это преимущественное поражение различных отделов нервной системы, связанное с тромбоваскулитом. Это своеобразный ДВС-синдром с аутоиммунным компонентом. Каким образом мы пришли к этому выводу? Да просто наблюдая за больными с острым ковидом. Было понятно, что все-таки это одна и та же болезнь, только одна – это острый период, а потом наступает какой-то повторный период. Причем от острого периода до повторного иногда проходит светлый промежуток. Мы, в общем, не дети, мы же знаем такие болезни, гиен-баре, которые начинаются спустя некоторое время после того, как уже прошла волна острой инфекции. Тем не менее, вот такая вещь есть. Почему нервная система, попозже чуть покажу и расскажу. И, соответственно, понимая, что это тромбоваскулит в основе лежит, мы предложили лечить прямыми оральными антикоагулянтами. И с этого момента, с конца лета 2020 года, мы таким образом лечим наших больных, которые к нам обращаются. Вот. Надо сказать, что, конечно, это непростая была задача, потому что, когда ты выходишь первым с какими-то предложениями, эти предложения не то чтобы отличаются от общепринятых, а вообще непонятно, о чем идет речь. Ведь про постковидный синдром долгое время просто молчали, что называется, в тряпочку. Не было такого синдрома, он не был в классификации ВОЗа представлен. И вообще все говорили, что это ваши выдумки. Вот. Но мы настойчиво все-таки доказывали, что он есть. Ну, и критика, она идет со всех сторон, не только от профессионалов. Ну, вот я здесь попытался изобразить тех, кто нападает на нас этими проблемами. Ну, во-первых, врачи, конечно. Конечно. Врачи, которые говорят, да ну что вы говорите, да ну о чем вы говорите. Но, к сожалению, мы вот сталкиваемся все время с больными. Так, что-то у меня куда-то, оно само, Андрей Павлович, что-то у меня происходит. Вот. Значит, врачи не знают абсолютно этого синдрома. Больные, ну сейчас хоть как-то что-то стало понятно. А когда мы начинали, больные ходили по врачам, мучились, их отправляли от одного к другому. Ну, и попутно говорили, что какой там Воробьев, вы что? Вы что? Мы тут это. Вот. Ну, дальше, конечно, чиновники. Чиновники нам точно не попутчики. Потому что задача чиновников России, вы знаете, это собрать как можно больше денег в карман. Других задач нет. Уж точно нет задачи помочь больным людям. Поэтому от чиновников мы никогда не ожидали ничего и, в общем, честно говоря, не ожидаем. Хотя мы с чиновниками пытаемся взаимодействовать, пытаемся на них воздействовать. Ну, и, наконец, вторая тема. Это тема жуткого совершенно психического статуса больных с постковидным синдромом. Среди них очень много людей неуравновешенных. Не в том, что они такими родились, а в силу болезни. И мы даже вот в нашей деятельности сделали такой специальный ответ в случае, когда начинаются скандальные какие-то вещи. Они регулярно происходят. Мы пишем, что мы понимаем, что идет поражение центральной нервной системы, головного мозга. И мы с пониманием относимся к вашим реакциям. Ну, приходится гасить эти скандальные выступления. Они не всегда приятны. И, наконец, огромное количество сидящих в интернете так называемых диванных экспертов, которые могут вообще ничего не понимать, да и, собственно, и не собираются ничего понимать. Но они хотят хайпа, они хотят каких-то высказываний ярких. Ну, и вот несколько просто примеров. Вот группа «Нетипичный коронавирус», которая на заре всего этого вопроса, она сделала очень много для развития и изучения проблемы. И мы с благодарностью относимся к тем, кто ее создавал. Но сейчас это превратилось просто в позорное сборище дилетантов. Если посмотреть, чем и как они лечатся, это просто волосы шевелятся на голове. Ну, и смотрите, что они пишут. Кто обращался в бюро Воробьева и кому помогло? Я читаю отзывы уже год. Все его называют мошенниками. Мошенниками. Ну, это хорошо, конечно. Ну, у нас вообще-то 6 тысяч человек и все так называют. Но, наверное, за это время бы как бы что-то произошло. Ну, наверное, это не совсем соответственно. Ладно, дальше. Ну, это разное. Это же бизнес чистейший на отчаявшихся людях с аргументами в виде запугивания, что вообще противоречит медицинской этике. Удивительно, врачи пока мало знают про ковид и постковид, а Павел Воробьев глаголит истину в последней инстанции. Ну уж извините. Да не слушайте вы этого бизнесмена от медицины, шарлатан, сколько вреда принес людям своим псевдометодами лечения ковидом. В научном сообществе его знать никто не знает. Самозванец. Ну, терминология такая приятная. Она, так сказать, настраивает на позитив. Значит, какая-то девушка Катя Людоед, которая сидит в Мюнхене, а как оказалось, в общем, не имеет никакого отношения к медицине, но она зато пишет, что у нее нет медицинского образования, это у меня. Что я занимался только алкоголиками, еще какими-то вещами. И вот ее пытаются резонить. Нет медобразования, что вы несете, хотя бы биографию, династию медиков, приводится ссылка на Википедию. Катя Людоед отвечает, я могу создать страницу Википедии и много чего написать. Ну, и опять пытаются ответить, что с практикой все более чем хорошо и с образованием. Катя Людоед не умолкает. Я написал, скорее всего, без утверждения, но его деятельность меня не радует. Ну, и так далее. И опять же пишут, прекратите клевету, читать неловко такое. Но, к сожалению, вот эта социальная сеть с постковидным синдромом, с нетипичным коронавирусом, она просто превратилась в помойку. И сколько мы не пытались там поговорить с больными, они все отказываются и вот превращается такая вспышка, превращается довольно быстро. Вот, мы, конечно, сегодня все оказались в информационных пузырях. Нам их надувает искусственный интеллект, морда книги, других там ВКонтакте и так далее. Мы ощущаем исходящую особенность социальных сетей ненависть, и к этому нужно относиться спокойно, ровно. Нужно понимать, что это там культивируется. Но, к сожалению, социальные сети сегодня играют огромную роль, и они стали единственным источником продвижения идей и технологий. Идеться от социальных сетей некуда. Поэтому мы сегодня учимся, как с этим работать, как жить в этой системе, ну, принимая то, что есть негативного в том числе. Ну, нас, конечно, радует, когда к нам вот так обращаются. Это человек обратился в наше медицинское бюро. Но, добрый вечер, хотелось бы сразу выразить Пал Андреевичу его команде признательность и уважение за то, что, наконец-то, в России кто-то обратил внимание на целую армию людей в непростой ситуации постковидного синдрома и предложил им реальную помощь. Я вам хочу сказать, что это действительно так. Потому что, ну, кроме нас, реально никто помощью этим больным не занимается. Вот, поэтому мы очень благодарны. У нас есть в разных местах люди пишут нам благодарности. Мы не стали их приводить здесь. Ну, поверьте, что те, кто через нас проходит, они в основном получают удовлетворение, хотя не всем мы можем помочь. Ну, если при остром ковиде у нас результативность всего 0,3% летальности при 20% тяжелых пациентов, о чем я неоднократно рассказывал, то при постковиде, конечно, результаты поскромнее. Но и ситуация-то, в общем, не совсем простая. Мы ведь движемся, в общем, в полной темноте. Когда мы начинали этот разговор, эту проблему, ну, в общем, никаких же доказательств не было, синдрома такого не было, ничего не было. Единственное, что немножко помогало, это наличие синдрома хронической усталости, но там тоже полная каша, полный хаос. И никаких пониманий, понятных гипотез, теорий, методов терапии там тоже не существует. Поэтому мы абсолютно вслепую двигались. Ну, и сейчас только направ какое-то, ну, относительно большое количество опыта, больных, о чем, собственно, я и буду рассказывать, мы только начинаем видеть свет в конце туннеля. Но самое главное, конечно, и самое приятное для нас, это то, что гипотезы наши нашли свое подтверждение. Мы сейчас на стадии формирования новых гипотез, уже следующего этапа, так скажем, вот. И мы понимаем, что мы на верном направлении. Во всяком случае, никто другой, кроме нас, ничего пока не предложил. Когда случился омикрон, это было вот зимой, весной этого года, мы высказали предположение, что будет вспышка постковидного синдрома, потому что количество больных омикрона в 10 раз превышало количество больных острым ковидом в предыдущих, предыдущие периоды. Ну, и в 5 раз превышало количество при дельте. Вот. Ну, не знаю, будет, не будет, пока мы не можем этого сказать. К сожалению, статистических данных нет, эпидемиологических данных нет. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот. Но, тем не менее, мы вот высказали, даже я читал такую лекцию, как омикрон, как предтеча эпидемии постковидного синдрома. Проблема в том, что постковидный синдром не зависит от тяжести самого ковида. И чаще он как раз развивается у тех, кто легко перенес ковид, а не у тех, кто был в реанимации там или был госпитализирован. Вот. Поэтому, будет ли после легкого омикрона большая вспышка постковидного синдрома, увидим, посмотрим. Может быть и будет. Мы все время отмечаем свою деятельность в виде рекомендаций. И первые рекомендации у нас вышли весной 2020 года. Они были посвящены, в первую очередь, острому ковиду. Там слова постковид не было. Но там было много про ДВС-синдром, про антикоагулянты. И мы многие вещи оттуда, конечно, перенесли. И следующие рекомендации, которые вышли в конце весны, начало лета 2021 года, то есть год назад. Мы оцениваем, почему оцениваем, потому что там счетчик не работает, что более 150 тысяч просмотров. То есть он до 100 тысяч доходит счетчик, потом кранты. Но так по времени, наверное, 150 тысяч просмотров этих рекомендаций все-таки были. Они изданы официально, у них есть соответствующие там дои, изданы в журнале и так далее. И очень большой авторский коллектив. Мы подключили к этому на первом месте у нас Баяна Алькеновна Айнабекова, которая много помогала нам из Астаны. Он сейчас Нарсултан называется, но уж, извините, хорошо, хоть не Целиноградом я его именую. Очень много различных специалистов из других городов и стран даже. Фацо, например, он из Италии. Многие из участников, это те, кто ученики Зинаи Соломоновича Баркагана, Вентин Санна Насоновой, моего отца, естественно. Вот. Ну и так далее. Представлены здесь, еще раз повторюсь, и Киргизия, и другие страны. Вот. Значит, что мы в этих рекомендациях сделали? Мы впервые четко написали, что мы понимаем под постковидным синдромом. Мы дали определение постковидного синдрома. Что это состояние, которое возникает спустя несколько недель после эпизода острой инфекции ковид, которое закончилось клиническим выздоровлением. Вот этот вот светлый промежуток, мы его считаем, ну, достаточно важным для того, чтобы давать, ставить диагноз. Значит, второй вопрос – несколько недель. То есть, ну, ты пишешь, два месяца, три месяца, полтора месяца. Ну, на самом деле, не важно, сколько месяцев. Важно, что есть несколько недель, которые человек провел в более-менее приличном состоянии. Значит, характеризуется неспецифической неврологической симптоматикой, кожными воскулитами. Их много, я просто не стал их приводить и не буду здесь рассказывать. Иногда психическими отклонениями, нарушениями органов отдельных. Ну, и иных, главное, иных клинических объяснений не имеющих. Это принципиально. То есть, если вы видите какую-то клинику, чуть позже я покажу описание болезни, образ болезни, который нельзя объяснить ничем иным, то это, скорее всего, постковид. Конечно, эпизод острого заболевания ковида желательно иметь. Значит, либо на основании анамнеза, либо лабораторно, либо инструментально подтвержденные. Но, к сожалению, не у всех больных мы сегодня можем четко подтвердить наличие ковида. И мы, еще раз я напоминаю, что постковидный синдром бывает при легком течении ковида. То есть, человек точно может не запомнить, что два месяца назад он чем-то таким переболел. Ну, что-то было, как-то было. Потом начинается постковид. Поэтому это, к сожалению, проблема диагностики, но ничего мы здесь не можем сделать. Значит, какие поражения центральной периферической вегетативной нервной системы? Слабость, нарушение зрения, нарушение слуха, головокружение – это основные когнитивные нарушения, эмоционально-поведенческие расстройства, нарушение сна, двигательные чувствительные нарушения, иногда нарушение мозгового кровообращения и так далее. Потому что и так далее – это, на самом деле, порядка двух десятков симптомов. Поражение органных, метасимпатических нервных систем, кардиоваскулярный, энтеральный сегмент, дыхательная дисфункция, дисфункция мочиотделения. Гормональная дисфункция – это статус щитовидной железы, видимо, хотя мы этим пока не занимаемся. Нарушение менструального цикла, сейчас об этом стали говорить, и работа идет. Нарушение половых функций у мужчин, не знаю, кто-то занимается или нет. Я разговаривал с урологами, с директором института урологии, он говорит, у нас просто полным-полно. Я говорю, ну, пишите, это же важная тема. Вот, болевой синдром отдельно, различные боли в мышцах, костях, суставах. И, наконец, терморегуляция, нарушение снижения давления, немотивированное познание, потливость. Но мы еще сейчас хорошо и говорим о нарушении регуляции артериального давления. Вот, здесь перечислены в рекомендациях наши, это все есть подробно, 7 групп различных поражений кожи. Там представлены под каждое поражение кожи картинки. Их можно посмотреть в виде такого атласа. На самом деле мы набрали еще огромное количество. Вот, ну, сочетанные кожные проявления тоже могут быть. И, наконец, отдельно, да, во-первых, аутоиммунная реакция известная, да, это синдром Гиен-Борре, Миллера-Фиша и Кавасаки-подобный синдром. Ну, вот, с Гиен-Борре мы сталкиваемся. С Кавасаки-подобным не понимаю. Может быть, где-то мы вот пропустили его один раз этот случай. Ну, не знаю, мне трудно сказать. У взрослого человека, только у взрослого, да, у пожилого человека достаточно. Вот, и, наконец, эпохондрический вариант, когда мы видим, что, собственно, болезни как таковой постковидного синдрома нет, а вот различные состояния психические, они превалируют в клинике. И, честно говоря, мы плохо понимаем, что с этими больными делать. Хотя, по идее, они нуждаются в психолого-психиатрической помощи, но пока я не знаю, кто бы этим занимался. Мы привлекали двух психотерапевтов дистанционно, но сказать, что от них был какой-то уже очень большой толп, ну, может быть, иногда чуть-чуть помогало. Но проблема в том, что вот эти больные, которые я показал в смирительной рубашке на первой фотографии, они не готовы идти к психиатру и психологу. Они считают, что вы их унижаете тем самым. И вот заставить их – это довольно трудно. У нас нет этой культуры в России. И, к сожалению, это такая тема серьезная. Ну, вот здесь образ болезни я выбрал наиболее частые симптомы. Это слабость, это нарушение сна, хуже стали соображать, туман в голове, тревога, боли в мышцах, сердцебиение, нарушение ритма. Это все встречается более чем у половины больных. Ну, примерно половина – это нарушение температуры тела, какие-то депрессивные вещи, нарушение зрения, выпадение волос, слух нарушен, нарушение потенции. Честно говоря, это избирательная картинка. Но поскольку мы много раз показывали образ болезни, я решил, что мы сейчас еще раз этого делать не будем. Ну, и относительно редкие симптомы, но, тем не менее, они есть. Это учащенное мочеиспускание, это поносы, это потеря обоняния, нарушение струального цикла. Вот, то есть это тоже где-то 10-15%, 20 иногда больных с постковидным синдромом об этом говорят. Еще раз, есть рекомендации МГНОТа, они просто набираются, если кому-то это важно и интересно прочитать, там подробно вся картина болезни представлена. Там могут меняться частоты, как я уже сказал, да, мы проверяли частоты, они немножко меняются, но сами по себе симптомы, они остаются прежними. Ну, задают вопросы, и вот буквально вчера на совещании в Твери у нас доктор-профессор задал, а был ли вообще мальчик, как доказать, что это постковидный синдром, а не что-то другое, особенно если нет эпизода астроинфекции. Ну, хочу сказать, что у нас очень часто многие болезни не имеют четких инициирующих эпизодов. Ну, например, тот же Гиен Баре, мы так говорим, что он обычно после инфекции, но он также обычно и не после инфекции может быть. Поэтому это ни о чем не говорящий признак, что мы не видели какого-то эпизода. А вот то, что появляется общность клинической картины, то, что мы называем образом болезни, это очень важно. И мы с помощью нашего опросника с очень высокой степенью чувствительности вытягиваем из больного симптома, и это составляет 89,5% чувствительности. Почему? Потому что мы начинаем спрашивать, больной приходит, например, с нарушениями, больная приходит с нарушениями менструального цикла, а мы начинаем ее про головные боли, про шум в ушах, про расфокусировку зрения, про лимфоузлы, про какие-нибудь высыпания. То, что обычный врач, гинеколог, например, спрашивает, точно не будет. И вдруг выясняется, что это есть, это есть, это есть, и получается картина болезни. Ну, собственно говоря, в этом и состоит задача. Вот. Кроме того, мы имеем четкие органические признаки заболевания, которые не вызывают никаких сомнений. Ну, лимфоденопатия. Мы же ее не можем придумать. Правда? У 15% больных есть увеличенная болезнь лимфоузлы. Выпадение волос. Тут начинается вопрос, потому что выпадение волос бывает при шизофрении, при депрессии, но и при системной красной волчанке. Почему я это поставил в одну строчку и обратил на это ваше внимание? А потому что сегодня психиатры говорят о том, что шизофрения, а может быть и депрессия, это суть тоже воспалительные заболевания, что это на самом деле органическая патология, а не какая-то там ментально непонятно откуда-то надутая. Вот. Поскольку есть тоже проявления дополнительно органные, то вполне вероятно. И тут мы будем искать какие-то точки соприкосновения с продвинутыми психиатрами. Дальше есть лабораторные изменения. И главное, что есть изменения при проведении дополнительных исследований. Электромиография, в первую очередь. Хуже с МРТ, потому что у нас нет доступа к хорошему МРТ, а на плохом МРТ мы практически ничего не видим. Ну, это вопрос дальнейших исследований, тут мы ничего поделать не можем. Поэтому мы говорим о том, что само по себе наличие образа болезни у конкретного больного является основанием для диагноза. И это не требует никаких лабораторно-инструментальных подтверждений. Если вы выявляете с высокой степенью вероятности, с применением нашего опросника, желательно, картину заболевания, то диагноз, в общем-то, ставится. Чем подтверждать? Конечно, это все время вопрос. А давайте подтвердим. А чем подтвердить? Ну, вот первый вопрос. Воспаление аутоиммунной процессы. Это лабораторные изменения. Давайте сделаем. Тромбовоскулит. Опять лабораторные изменения. Можно посмотреть морфологию. Функциональные проявления. Психические, неврологические, функции отдельных органов. Ну, здесь, на самом деле, даже я бы сказал попроще. И, наконец, органные проявления. Мы их сегодня касаться не будем. Это воспаление, склероз, тромбозы, инсульты, инфаркты, поражения легких. Это немножко отдельная тема. Вот. Ну, вот воспаление аутоиммунный процесс. Казалось бы, ну, чего проще? Почему-то у меня тут окрасочка упала. Ссылки на статью. Внизу, если вы видите, там темно-синим написана ссылка. Это статья прошлого года, 21-го года. Очень большой обзор мета... Ну, не мета-анализ, но большой такой систематический обзор практически. Нет, наверное, все-таки просто обзор. Вот. Короче говоря, что они пишут? Повышенный уровень провоспалительных маркеров, например, ЦРБ, цириактивный протеин, интерлекин-6, дедимер и лимфпении были связаны с длительным ковидом. Хорошо. Следующая фраза. Существуют другие исследования постковида, которые не обнаружили никакой связи с провоспалительными биомаркерами. Так есть связь или нет связи? Получается, что в одних статьях есть, в других нет. Подразумевается, что воспаление может лишь частично объяснить под физиологией бредного ковида. Особные симптомы, связанные с воспалением, такие как миалгия, боль в суставах и усталость. Ну, я с этим согласен утверждением. Но как-то меня смущает, когда пишется и то, и то, и без всякого анализа, что в одних случаях так, а в других так. Значит, антифосфолипидные антитела были обнаружены в 52% образцов, которые были дополнительно связаны с гиперактивностью нейтрофилов и более тяжелыми клиническими исходами. Это речь идет про острый ковид. Но я видел работу, где 80% больных имели антифосфолипидные антитела. Может быть, разная выборка. Может быть, действительно, те, кто потяжелее, побольше, те, кто полегче, имеют меньше. Но на самом деле антифосфолипидные антитела ни о чем не говорят. Ну, повысились. Но если у вас есть нарушение эндотелия, у вас будут антифосфолипидные антитела, потому что повреждение эндотелия должно привести к их выработке. Ну и дальше такое. Усел подряд. Выявлены аутоантитела против интерферонов, нитрофилов, соединительных тканей, циклических церлиных пектидов и клеточного ядра у 10-50% пациентов с COVID-19. Отлично. Дальше. Не подтверждено, являются ли такие аутоантитела долговечным при COVID-19. То есть, имеют ли они отношение к развитию постковидного синдрома. И я хочу сказать, у нас это даже в рекомендациях написано. Мы до сих пор не знаем ни одного хорошего критерия аутоиммунного процесса, который бы позволил нам ставить диагноз. Может быть, мы просто их не нашли. Но, если честно, мы лично ограничены в своих возможностях, и мы такие вот антитела, иммунные комплексы, мы их не ищем. Хотя кое-что делаем. Ну вот, то, что я уже показывал, это новые данные. Мы все время новые данные. Сейчас это обработка последних там нескольких месяцев. Значит, лабораторные изменения при постковидном синдроме, которые мы делаем, мы не видим никаких корреляций. Мы видим, что дедимер низкий по частоте у малого процента людей. ЦРБ, ну, чуть повыше, ферритин низкий, фибриноген низкий, роя, казалось бы, общая такая воспалительная реакция низкая, интерлекин тоже, интерлекин-6 тоже низкий. То есть, все это в пределах там 15% больных имеется. И только РФМК имеет высокий процент. Ну, раньше он у нас был в предыдущем исследовании где-то порядка 75, по-моему, сейчас 67. Ну, сопоставимые цифры, еще раз говорю, группы все время могут меняться. Вот, только РФМК, значит, только переход фибриногена в фибрин мы можем определить с помощью лабораторных тестов. И сколько бы мне не рассказывали про то, что он малочувствителен, вот он у нас чувствителен. К сожалению, оказалось, что высокий РФМК коррелировал с не очень высокой эффективностью терапии. Но это мы будем проверять еще эту гипотезу, потому что пока мало у нас наблюдений. Мы только вчера, когда считали, вдруг увидели, что это так. Значит, с морфологией. С морфологией все очень плохо. Значит, есть несколько данных, и здесь профессор-академик Актурский о них рассказывал в прошлом году осенью, о том, что есть тяжелые больные с развитием прогрессирующих фиброзных процессов в легких. Что это за процесс, понять я пока не могу. Но такие больные наблюдаются. Вот вчера в Твери нам показывали двоих таких пациентов, тоже аутопсии. То ли это гипервоспалительный синдром тяжелый такой вот в Кавасаке, то ли, ну, трудно ответить мне на этот вопрос. Этим надо заниматься, надо таких больных накапливать. Ясно, что они не очень частые, но они есть, и они требуют особого внимания. К сожалению, в основном, когда мы обсуждаем морфологию, мы апеллируем картинам тромбовоскулита и поражения органов при остальном ковиде. Слава Богу, у нас есть АТО Заратьянца, где более тысячи пациентов было вскрыто и приведены морфологические картинки. Есть данные у Коктурского, есть у других авторов. Там расхождений, кстати говоря, про морфологию никаких. Удивительно другое, что вся морфология отечественная, российская, ее нет на Западе. Там больных не вскрывают и ничего не смотрят. Как живут люди без морфологии, я плохо себе представляю, врач без морфолога – это не врач. Ну, ладно. Это МРТ-изменения в прионосме, я это каждый раз показываю. Здесь стрелочками указаны изменения в головном мозге, в тех зонах, которые отвечают за обоняние. Причем это женщина, у которой была только изолированная потеря обоняния при положительном ПЦРе. Это старая работа, значит, 20-го года. Ну, здесь еще раз подчеркивается, что это имеет морфологическую природу, то есть видно изменения на МРТ. И вот относительно недавно была работа, это апрель 22-го года, я ее тоже, по-моему, уже показывал в одной из презентаций. Это посмертная оценка дегенерации обонятельных тканей и микровосколопатии у пациентов с COVID-19. 23 вскрытия больных с нарушением обоняния при COVID-19. В преамбуле пишется, что обычно дисфункция связана с вирусной инфекцией верхних дыхательных путей, что это заложенность носа, насморк и так далее. Но инфекция COVID-19 с точки зрения носа недостаточно для устойчивой обонятельной дисфункции. То есть клетки в слизистой обратимо поражаются вирусом, даже если они поражаются, но дальше почему-то это все не происходит. И вот они посмотрели, очень тщательно провели исследование и показали, что поражение обонятельной луковицы, обонятельного тракта при COVID-19 была связана с микровосколопатией. То есть нарушение микроциркуляции по-русски. И что это не прямое вирусное поражение обонятельного тракта, головного мозга и, собственно говоря, луковицы, о чем все говорят. Но вот морфологически это не подтверждается. Это очень хорошая и четкая работа. Еще одну работу я тоже ее приводил. Опять почему-то у меня доя не прокрасилась, но неважно. Поверьте, что она есть. Можно, если будете просматривать, можно доя оттуда срисовать. Значит, это работа из Южной Африки. Мы пытались с авторами связаться, но они не стали с нами взаимодействовать, хотя мы просили их выступить. Значит, они нашли в плазме больных с постковидным синдромом крупные микросгустки, которые устойчивы к фибринолизу. Они плохо разрушаются обычным способом фибринолиза. Это вообще довольно интересная история. Вот. А вторая интересная история, что внутри этих сгустков обнаружено огромное количество воспалительных молекул, самых разнообразных. И в том числе там много растворимого сыворочного амилоида. Вот возникает вопрос, что может быть все это в микросгустках сконцентрировано. Все эти воспалительные маркеры, которые мы пытаемся найти, они сидят в плазме, их оттуда не достать, если это невозможно лизировать эти микросгустки. Они оседают при центрифугировании, вы в сыворотке ничего не получаете. А они есть. Я, кстати говоря, вспоминаю, что мы когда-то, когда занимались псориазом, была такая работа, мы делали плазмофорез, и вдруг у нас на плазмофорезе, псориазе, плазме крови, стал появляться иммуноглобулин Е, которого не было до того, и который не характерен для псориаза. И вдруг он стал появляться. Мы тогда как раз предположили, что где-то этот иммуноглобулин находится в сцепленном состоянии, с чем-то он сцеплен, в клетках ли, может быть в микросгустках, может быть в каких-то макрофагах, не знаю. И он выходит за счет плазмофореза, за счет дренирующего эффекта плазмофореза, он выходит в кровоток, и его можно определить. Ну, это мои фантазии рассуждения, тем не менее, они интересны, и тоже этим можно дальше заниматься. В мае 2022 года следующая работа уже из Соединенных Штатов Америки, здесь вот ДОИ прокрашивается, можно ее посмотреть. Они пишут о том, что нарушение свертанной крови и фибринолизм могут быть связаны с амилоидозом, сопровождаться нейрологическими и сердечными проблемами. Они взяли спайковый белок, С-белок, шиповидный белок, посмотрели его и обнаружили, что там есть три кусочка, три пептида, которые могут давать амилоидные фибринлы. Вот. Ну и что нитрофильная эластаза расщепляет этот шиповидный белок, обнажает амилоидогенные сегменты и ведет к накоплению этого пептида. Ну тут возникает вопрос о том, что нас с вами пытались привить в кавычках, да, вот эти геномодифицированные продукты, они как раз включали в себя именно шиповидный белок. И получается, что в организм вносился препарат, который продуцировал шиповидный белок, который в свою очередь может вызывать вот эти вот образования амилоидных фибрин. Ну это опять же мои спекуляции на эту тему, тем не менее мы очень интересные вещи нашли. Сейчас и иммунные субстраты болезни мы будем дальше искать, я уверен, что будут новые и новые работы, что мы в начале этого пути, главное нам не разбежаться, не перестать это исследовать, потому что мы на пути новых открытий, ну в частности, например, я считаю, что мы на пути открытий причины развития болезни Альцгеймера. Может быть и паркинсонизма, не знаю, ну это тоже, так сказать, вопрос для дальнейшего изучения. Значит, функциональное проявление, ну это то, что делает сейчас Тверской государственный медицинский университет с нашим участием, с нашей подачей. Они начали с августа прошлого года функционировать. Не могу сказать, что там какие-то вышли работы всего, насколько я вижу, всего три работы от психологов на сегодняшний день. Тем не менее, обследований много, Татьяна Михайловна Некрасова, невролог, ведет всех этих больных, вот, значит, все они проходят на оральных антикоагулянтах, если противопоказание саладексит. Объективные симптомы поражения центральной нервной системы 74%, но это уже объективно, это не по рассказу, что у меня там что-то где-то, а это при неврологическом обследовании, очном. Головная боль, общая слабость недомогания, снижение памяти, нарушение сна, тревожность, вы видите, что все это совпадает с теми процентами, которые я вам показывал, когда говорил об образе болезни. Вот, ну и дальше продолжается там исследование, которое довольно любопытно, ну, например, вот 387 больных обследовано клиническим психологом, жалобы у всех 78% головная боль, 90% снижение памяти и внимания, 98% тревога и депрессия, 69% бессонниц, панические атаки половина. Их стали проверять по шкалам. Шкал тут несколько использовался, что выяснилось? Тревожность 99,4, то есть не вопрос, причем у половины высокая степень тревожности. Но тревожность – это не болезнь, это, к сожалению, состояние души. Депрессия. Депрессия довольно часто, 60-70,5%, ну, многовато. Хотя здесь надо понимать, что это больные отобранные, то есть они не все подряд, а это отобранные уже неврологом с какими-то признаками, ну, вот, которые я здесь перечислил. Потому что у нас такой частоты депрессии, конечно, нет. Вот. Но депрессия в основном легкой и средней тяжести. Тяжелая депрессия у небольшого числа. Ну, и мы вот вчера как раз обсуждали с ними, что суицидальные мысли такие в разговоре проскакивают, и мы их в нашем симптом-чекере отмечаем как суицидальные наклонности, а реально никто, в общем, не собирается с собой окончать, то есть никаких сценариев суицидальных больные не описывают. Ну, тоже интересно. И, наконец, очень любопытная история с когнитивными нарушениями. А их, оказывается, нету. Смотрите, всего у 16% больных, у которых снижена память и внимание, 90%, тревога и депрессия, 98%. А когнитивных нарушений по шкалам не получается. Не получается, причем выраженные когнитивные, 0,8%, я думаю, что это в популяции больше, чем у этих больных. Вот, то есть это, конечно, удивительная история, что когнитивных нарушений очень мало. Ну, тем не менее, вот такие результаты есть. Они, кстати говоря, в меня лично вселяют позитивные какие-то представления о том, что, ну, когнитивные нарушения – это самое неприятное, что, наверное, могло бы быть. Потому что и тревожности, и депрессии можно в конечном счете поговорить с людьми. С когнитивными нарушениями у нас гораздо все хуже. Это вот публикация психологов кафедры психологии во главе с профессором Нестифеевой. Они обследовали 55 пациентов. И здесь вы видите, что довольно высокая выраженность различных симптомов нарушения психического статуса. Сейчас они еще сделали работу по оценке качества жизни, пишут, что очень все плохо. Вот, ну, в общем-то, ну, какие-то цифры появились. Я хочу сказать, что мы, опять же, вчера это обсуждали, что похоже, что подобные работы вообще не выполнялись в мире. Точно никто не смотрел качество жизни. Удивительная вообще вещь, хотя, казалось бы, первое, что надо посмотреть – это качество жизни. То есть, нет, не смотрели. Вот, ну, в общем, довольно много больных с какими-то нарушениями. Но все-таки в основном, смотрите, такой невысокой степень нарушения всего этого. Вот. Очень важная работа Алены Виноградовой, тоже Тверской ГМУ. Значит, она занимается электромиографией. Вот, и у нее довольно много больных уже прошло, но здесь поменьше представлено, на самом деле их побольше. Вот, и у них, у тех, кто к ней попадает с признаками польной аэропатии, у них много, процент высокий с демилизирующими поражениями волокон. Вот, причем поражение моторных волокон довольно редко или мало выражено. А вот в основном выражена миелинопатия, касающаяся сенсорных волокон, то есть те, которые отвечают за болевые синдромы. И нам кажется, что может быть, но это опять же гипотеза, которая требует проверки, сейчас идет набор материала, мы наберем, посмотрим, что вот эти боли в ногах, на которые очень жалуются больные, жжение, горение, выкручивание ног, боли в суставах и так далее, это все может быть проявлением преимущественного поражения сенсорных волокон. Ну, и вот мы сегодня еще новую такую гипотезу выдвигаем, не очень приятную, к сожалению, что сенсорное поражение, их много, у нас, среди наших больных, которых, ну, относительно немного, два случая типичного Гиен-Борре. Это очень высокая частота. Я понимаю, что два случая – это незакономерность, но тем не менее. Значит, мы обсуждали несколько случаев больных тяжелых в ГМУ и пришли к выводу, что у них тоже прошло два случая, которые ретроспективно можно оценить как Гиен-Борре. К сожалению, там уже давно прошедшие процессы и запущены, и, как бы так сказать, ушла тема лечения. Мы демонстрировали здесь кейс режиссера Андрея Звягинцева, тоже с картины Гиен-Борре, он говорил про полиневрит, ну, извините, мы полиневриты тоже знаем. Это типичный Гиен-Борре. При этом диагноз не был поставлен, он не был пролечен, и, соответственно, он сейчас уже спустя год после заболевания, он заболел в конце июня, он имеет, ну, полную инвалидность, он находится в коляске. Руки работают, ноги практически нет. Мы смотрели по частоте у вакцинированных больных, что резко возросло число больных Гиен-Борре. Вот, тогда как при общей частоте Гиен-Борре вроде бы примерно такая же, как в популяции. Я думаю, что нам еще раз придется в этот вопрос окунуться, еще раз посмотреть, потому что я его смотрел более года назад, и тогда не было высокой частоты Гиен-Борре вакцинированных. Кстати, Звягинцев тоже вакцинирован был, и у него поствакцинальный синдром, а не ковид как таковой. Вот, и надо еще раз посмотреть на то, насколько этот Гиен-Борре действительно часто встречается. Но диагноз Гиен-Борре вообще немножко расплывчатый, это такой тоже клинический диагноз. И он, это не одна болезнь, по-видимому, или во всяком случае болезнь с разными клиническими проявлениями. И, может быть, мы сейчас имеем эпидемию постинфекционной полиэнеропатии, и это мы видим, и что нам придется, наверное, разрабатывать новые классификационные подходы, потому что у нас это никак в наших рекомендациях не было учтено. То есть мы понимали, что это может быть, но у нас никаких доказательств в руках не было. Только сейчас, благодаря электромиографии, которую Алена делает в Твери, мы получили этот материал. Это, мне кажется, дорогого стоит. Но главное, что полиэнеропатия легко лечится плазмоферезом, если вы вовремя, рано начинаете его проводить. И это принципиальный вопрос. Вот наша команда Абаканская, но здесь это не врачи Абаканские, это мы просто доездили на машине за справедливым здравоохранением. Они провели сейчас 24 больных с ранним постковидным синдромом. То есть спустя там месяц-полтора после острого ковида. Значит, все это было в Абаканской больнице, антикоагулянты, кортикостероиды и плазмоферез от 3 до 5 сеансов. Ну, плюс симптоматическая терапия. И вот их результаты. Результаты очень меня впечатляют. Смотрите, какой эффект. Зелененькое тоже после лечения. Депрессия ушла, суицидальные мысли ушли. Плаксивость настроения просто в ноль. Яркие сны в ноль. Нарушение температуры в ноль. Знобы, ну, некоторая потливость осталась. Ушли боли в мышцах, костях. Ушла гипертония артериальная. И гипотония исчезла. Снизилась резкая тахикардия, особенно постуральная. Резко ушла слабость, боли в области сердца, заложенность груди, нехватка воздуха, боли в области сердца. В данном случае речь идет о кардиологиях, это не станокардия. Ушла диарея, повысилась толерантность к физической нагрузке, исчезли высыпания. Ну, лимфоузлы остались на месте. Понимаете, клинически это очень-очень показательно. И это не 2-3 человека, а это все-таки уже больше 25 случаев. Но еще раз повторюсь, у них все больные в довольно раннем периоде развития постковидного синдрома. То есть они выписались, поболи дома и потом возвращаются с клиникой в больницу. И вот здесь, это буквки внизу, это отдельные больные. А здесь резкое снижение провоспалительных показателей, но в частности в данном случае циреактивного белка. Более светлые столбики это до плазмофереза и более темные это после плазмофереза. Вы видите, что довольно хорошо снижается. Хотя тоже ЦРБ повышен, прямо скажем, не у всех. Аналогично то, что они смотрели, это дедимер. Дедимер в основном не повышен, но там, где он был повышен, он быстро пришел в норму на фоне проведения плазмофереза. Дедимер относится к провоспалительным маркерам, а не к маркерам нарушения свертывания. Не устаю об этом повторять, потому что все почему-то считают, что дедимер что-то как-то показывает свертывание. Он вообще относится к фибринолитической системе, просто к другой системе. Еще одна гипотеза, которую мы высказали, просто наблюдая за пациентами, состояла в том, что эффективность терапии снижается, нашей терапии, которую мы применяем, плаки, прямые антикоагулянты, снижается по мере того, как люди болеют, долго болеют постковидным синдромом. Значит, вот внизу до трех месяцев постковид, 3,6, 6,12 и более года. Мы просто разбили на такие группы, это примерно 183 человека, 40% мужчин. Обратите внимание, что мужчин все-таки половина. Все время нам говорили, что постковидный синдром – это женская болезнь. У нас 50-50. Ну, относительно 50-50, но все-таки. Ну, вот, причем мужчины болеют немножко хуже, они дольше как-то доходят до врача, и эффективность, мне кажется, ну, тоже непроверенная гипотеза, не буду, ладно, не буду. А то меня обвинят, что я всех запугиваю. Да и никого не запугиваю, слушайте. Я сам ведь не все знаю, я ведь вот то, что вижу, о том и пою. Ну, что делать? Я как акын, знаете, бандурист такой сидит, на бандуре играет, вот я и напиваю. Значит, средний возраст, 45 лет, ну, плюс-минус 14, то есть это достаточно, бывают пожилые больные, у нас их много, кстати, эффективность у пожилых совсем не хуже. Хотя у пожилых, особенно если есть какие-то полиморбидные ситуации, конечно, все в целом хуже. Вот, ну, и примерно среднее время, когда мы наблюдаем за больных, у нас две недели, от момента обращения до момента прекращения обращения в нашем медицинском бюро, вот за эти 10 дней мы оценивали эффективность. То есть, если бы мы оценивали ее месяц там или полтора, может быть, она была бы другой, потому что мы, у нас есть больные, которых мы ведем долго, и там, конечно, гораздо лучше ситуации, даже если за 10 дней ничего не удается. Ну, вот, эффективность хорошая, то есть это мы оцениваем как очень хорошую и наличие эффективности, ну, под 80%, да, 78, там, 75, не знаю, ну, плюс-минус. Вот, неэффективность при этом около 20%. И, смотрите, вот вороночка происходит, да, то есть, первые там до полугода эффективность примерно такая же, а потом уже от полугода до года она ухудшается, и более года она тоже, в общем, не очень высока. Я сразу скажу, недостоверные цифры, скорее всего, если мы начнем сейчас считать, то достоверность, она не получится. Но мы ведь гипотезу высказываем, мы обсуждаем эту ситуацию, да, и главное наше обсуждение – это заставить людей обратить внимание на это пораньше и начать лечение пораньше, а не ждать, когда это все укоренится. И я, опять же, возвращаюсь к Гиен-Борре, вот если мы там первую неделю, 10 дней, 2 недели делаем плазму ФРС, человек абсолютно здоров, он вообще не знает, чем он там переболел. Если проходит месяц-другой, обратного пути нет, да, что-то может восстановиться, что-то где-то поможет реабилитации, да, он может там двигать руками, Но, скорее всего, у него будет нарушена функция нижних этажей, вплоть до нарушения функции внутренних органов, там, калоотделения, мочеиспускания. И я, к сожалению, здесь присутствует на лекции брат этого человека, я, к сожалению, такого больного видел. Я диагноз ставил уже спустя много лет, и я понимал, что если бы, вот если бы мне это удалось, тогда я бы наверняка ему помог. Это ужасная ситуация, поверьте мне. Очень много криков про выпадение волос. Ай-ко-ко-ко, что это такое, почему выпадает? Да очень все просто. Потому что волос у нас растет в зависимости от микроциркуляции. И вы видите вот здесь вот, вот зона роста волоса. Здесь находятся стволовые клетки, которые, собственно, делятся и дают этот волос. Волос растет, ну, обычный волос на голове, растет несколько лет. До пяти лет считается, что он растет. Вот. И зависит это все от нормальной микроциркуляции. Дальше от этой же микроциркуляции зависит снабжение волоса различным салом, питательными веществами. То есть защита волоса от каких-то нарушений. Ну, и, наконец, мышцы, которые держат волос в фолликуле, не давая ему вылезти оттуда. Все это микроциркуляторно зависимо. Теперь представьте, что у вас нарушилась микроциркуляция. Волос просто умер. Он не смазывается. Новый рост исключен. Ну, и через какое-то время он, естественно, вываливается. Вот. Поэтому выпадение волос в этой ситуации для меня абсолютно понятно. Абсолютно понятно. Никаких тут нет, так сказать, находок. И мы видим прекрасно, что если мы начинаем антикоагулянтную терапию, то, к сожалению, остановить волосопад мы не можем. Волосы все равно будут выпадать. Примерно в месяц-полтора обычно это происходит. Но постепенно они начинают расти. И растут новые волосы где-то через месяц-два. Просто останавливается выпадение волос и начинают вырастать новые волосы. Ну, не знаю, хорошая или плохая новость, что все-таки волосы растут довольно долго. То есть на восстановление может уйти довольно много времени. Но, тем не менее, это не, так сказать, не путь в облысение, от чего очень страдают. Особенно молодые дамы, они считают, что они навсегда лишатся волосяного покрова. Ничего подобного. Занимайтесь волосами, все вырастет назад. Ну, строго говоря, опять же, мы это знаем, там, про лечение цитостатиками. Подавали цитостатики, волосы вылезли. Ну, потом, через несколько месяцев все начинает отрастать и вырастает иногда даже красивее, чем было до того. Вот, так что новость не такая плохая. Организационные вопросы. Ну, я хочу сказать, что здесь я вижу присутствие нескольких человек, участников этих организационных вопросов. Вот, профессора Ленской, Леонтьева, моего ученика и одногруппника из Тулы. Значит, мы, дальше все, ну, про ТГМУ я не буду говорить про ТВЕР, потому что я уже про них сказал, там все работает. Там участвуют в этом десятки уже людей задействованы в работе. Там более 1100 пациентов прошло за год. То есть, там, в общем-то, очень хорошие результаты. Я считаю, что они не пишут статей, я их за это ругаю и бью, но, в принципе, результативность высокая. Я ее здесь демонстрирую со ссылками, естественно, на автора. Вот, Витебск. Значит, сейчас они закупили нашу систему телемедицинской диагностики постковидного синдрома. И мы сейчас приступаем, ну, планируем приступить. Вот мы вот на прошлой неделе проводили совещание, или на это я уже запутался. У меня день за неделю уходит. О том, что предлагается на уровне Минздрава регионального взять район Шумилинский и там провести эпидемиологические исследования по выявлению постковидного синдрома и когнитивных, ранних когнитивных нарушений для оценки возможности работы с больными с болезнью Альцгеймера. Предполагается использование фельдшеров, фельдшерских пунктов, врачей задействовать. Ну, посмотрим. Это все должно быть в течение лета. Я надеюсь, что у нас появятся очень интересные данные, потому что эпидемиологией мы точно не знаем. Никто эпидемиологией не занимался. Мы все занимаемся только по обращаемости. Приходят люди, мы их смотрим. А что вообще, вот так вот творится на вскидку, такой работы нет. Вот. Сейчас мы ведем сразу несколько переговоров по созданию центров постковидной реабилитации. В ТУЛе вот, Сергей Семенович Леонтьев, мы с ним обсуждаем. Там уже трое человек, которые готовы подключиться. Вопрос, как решить вопрос финансирования, потому что я так понимаю, что далеки особенно платить за себя не будут. Вот, кстати, в Твери у нас оплата была до последнего времени за счет средств УМС, которые получал институт, Тверский университет. Сейчас, к сожалению, они выбрали свои квоты, и у них тоже проблемы с финансированием возникнут. Но все-таки там как-то это уже пораскрученнее. Что будет в Туле, не знаю. Мы ведем одновременно переговоры в Чите, в Астрахани, в Москве, в Донецке. Написали туда соглашение тоже в университет медицинский. То есть мы готовы, в общем-то, взаимодействовать с самыми разными людьми. Главное, чтобы было желание. Но единственное, у нас все-таки вопрос экономически не сходит, потому что мы живем за счет заработанных денег, у нас нет государственного финансирования. Мы разослали письма с предложением всем губернаторам и министрам здравоохранения России о том, что нужно создавать такие центры, что мы готовы помочь методически. И у нас есть положение об этих центрах. То есть у нас достаточно большая проработка этого вопроса. Но пока ответов мало. Рассылка, насколько я понимаю, закончилась всего несколько дней назад. Но тем не менее, ответы в основном, к сожалению, большей частью ожидаемые ответы, что у нас все хорошо, все есть, и не лезьте к нам вообще с вашими идеями. Но это нормально, мы тут ничего и не ждали. Но даже если 10% ответов будет хоть как-то плюс-минус позитивно, а 10% точно мы уже набрали, то, в общем, мы считаем, что результативность этой деятельности, этой рассылки, она достаточно была большая. Вот. Ну и подводя, так сказать, итоги всего того, что я рассказывал, я не стал рассказывать про Пуаки, я много раз про них рассказывал, про антикоагулянты можно все посмотреть, про риски, подтверждая еще раз, что нет никаких рисков, никаких нарушений мозгового кровообращения. Иногда бывают геморрои, иногда бывают кручения из носа, но это так редко, что не стоит на это большого внимания обращать, и мы переводим больных в этой ситуации на саладексит или просто прерываем на какое-то время лечения, ну, так, как, например, при обильной инструации мы прерываем. Вот. Поэтому выбор у нас трех препаратов богат, и можно ими пользоваться. Да, я, кстати, забыл сказать в самом начале, что я только что читал похожую лекцию, все лекции у меня, вы видите, что они новые, но только что вот на прошлой неделе читал для врачей из Казахстана. Вот. Слушали с очень большим интересом, много вопросов задавали. Вообще, надо сказать, что казахи и киргизы в этом плане более восприимчивы, чем наши российские чиновники и коллеги, потому что я вот рекомендации по острому ковиду когда делал, и те, и другие мне отчитывали, что мы их внесли по применению, поаков и там антикоагулянтов, наши стояли на смерти, никаких антикоагулянтов. Несколько месяцев, да ну что вы, ну какой ДВС? Ну это, в общем, отдельно, главное было. Ладно. Итак, постковидный синдром – это один из многих постинфекционных синдромов, имеющих не только одинаковую картину, клинику, но и патогенез. Кстати говоря, вот в обзоре, который я уже цитировал, там говорится о том, что при всех коронавирусных, тяжелых инфекциях, там всякие SARS и SARS, вы помните, да, при всех при них был, оказывается, постковидный синдром. Просто никто им не занимался, там было мало больных относительно, никто этим не занимался, оказывается, это, в общем, было описано. Значит, тромбовоскулит с троптностью к нервной ткани у нас на сегодняшний день не вызывает сомнений, мы в этом абсолютно уверены. Мы уверены в том, что терапия ПУАК эффективна в подавляющем большинстве случаев. Иногда требуются длительные курсы применения, по два, по три месяца, до полугода. У нас есть больные, которые принимают ПУАК, причем у нас есть, условно говоря, наркоманы ПУАКовские, которые пишут, что я вот пролечила месяц, потом бросила, у меня все сразу вернулось. И таких несколько человек отмечали, что на ПУАКе вроде все хорошо, а потом бросают, все возвращается. Начинают принимать снова, и все, в общем, уходит. Плазма ФРС, безусловно, эффективен, но, возможно, все-таки раннего начала надо думать об этом. Мы никак не можем купить систему для плазмы ФРСа в Твери. Ну, мы сами в этом, наверное, виноваты. Мы это купим, и я думаю, что со следующего года, ну, со следующего полугодия мы как-то начнем сами делать плазму ФРС. Так что там тоже сложности с процедурами. Мы все время имеем в виду, что нужно, может быть, применять стероиды, цитостатики, колхицин. По-моему, два пациента у нас на колхицине. Не могу вообще ничего сказать. Стероиды мы тоже крайне редко применяем. В основном мы всех больных все-таки стараемся отправлять на плазму ФРС. Но у нас получается, что мы отправляем на плазму ФРС долго болеющих больных, у которых мы не очень хороший эффект ожидаем. И по нашим данным, у нас просто очень мало этих больных. Опять же, мы же за деньги пациента работаем. Вот, больных мало, и поэтому мы пока не можем обобщить эффективность плазму ФРС у нас. Но вот то, что представляли из Абакана, оно внушает. Внушает, как говорил один герой. Вот, нужно продолжать широкомасштабные дальнейшие исследования. Это безусловно. Возможно, все-таки нас увеличение частоты этого синдрома ожидает. Ну и главное, что не исключено, что это может привести к увеличению частоты деменции, потому что это, в общем-то, прямой путь деменции. Вот, не могу не похвастаться, сейчас вот проводя, так сказать, опять литературные всякие поиски и так далее, мы, похоже, единственная организация в мире, которая сегодня планомерно занимается изучением постковидного синдрома, которая предложила описание, классификацию, терапию, накапливает опыт ведения этих больных и располагает самой большой базой данных. Вот, хотите вы этого или нет, будут нас там публиковать в скопусе, шмопусе или не будут, но мы должны понимать, что мы реально сейчас находимся на острие и впереди планеты всей. И поэтому, конечно, я призываю всех присоединяться, всех, кто хочет, мы готовы помогать. Если вы готовы это делать как-то бесплатно, если вы готовы искать деньги, ради бога, у нас есть самые разные возможности и способы решения этой проблемы. Ну и в заключении я хочу сказать, что вот мы выложили несколько книг моих на Озоне, это старые книги, они вышли довольно давно, им больше, некоторым больше 10 лет, наверное, а нет, наверное, не больше, нет, больше, конечно, да. Вот, кое-какие вещи в них, как это ни странно, были описаны в гемостазе, в лихорадках, в кардиологиях. Кстати, эта книжка четвертое издание, которое создавал мой отец с матерью, и потом там была Таисия Владимировна Шишкова такая, его ученица, но я уже на третьем-четвертом издании присоединился и дважды издавал эту книжку, потому что я считаю, что это просто, ну, настольная книга любого врача, там очень в таком романтическом стиле, я бы сказал, описаны вопросы болей в области сердца и очень четкие классификации, очень четкие признаки, все расписано, прямо дух захватывает. Причем она еще основана на подходах Дмитрия Дмитриевича Плетнева, который в то время, когда книжка выходила в 1973 году, не был реабилитирован, он был врагом народа, врачом, убившим Горького, укусившего там свою пациентку, если кто помнит эту историю, за грудь. И, в общем, был ужас, ужас, ужас. На самом деле, это был выдающийся просто терапевт, гениальный терапевт. И вот в этой книжке, может быть, впервые на него давались ссылки довольно большие. Вот, ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать вам. Я готов ответить на вопрос. Тут какие-то вопросы были, сейчас я посмотрю, я их не читал в процессе. Так, про вебинар, я уже сказал, будет по антикоагулянтам, коморбидность, варикозная болезнь, нарушение функций печени, остальное. Не-не-не, никаких, никаких, никаких ограничений. Ну, что вы. Все дозировки идут одинаковые. Никаких нарушений функций печени, почек, ничего. Забудьте об этом. Значит, единственное ограничение по дозам, это тяжелая почечная недостаточность и малый вес. Тогда доза уменьшается, ну, там это все в инструкции написано. А так, если у вас что-то там, у меня, кто-то говорит, у меня гастрит. Ну, и что, ну, гастрит, потому что у нас всех гастрит. У меня проктит там, у меня геморрой полгода назад или пять лет назад. Ну, и что? Ну, совершенно смешные вещи. Нет-нет, мы очень жестко это отслеживаем, мы с больными. С больными идет ругань. Ой, не сделал я, хотел я тоже сделать слайд. Сколько больных у нас отказалось от приема антикоагулянтов? Ну, процентов 15, наверное, у нас отказывается от приема антикоагулянтов. Причем у меня сразу вопрос. Ребята, вы деньги платите, у нас все написано. Вы, в общем, знаете, на что вы идете. Я имею в виду постковид. Зачем же вы отказываетесь? Ну, что вы от нас хотите? Они удивляются. А что, у вас других рекомендаций нет? Ну, нет. Симптоматические есть при поносе, есть при тахикардии, там, караксан. Удивительно, что это единственный препарат, с которым мы совпали вот с этим обзором. Все остальное там просто вообще ничего. Караксан тоже мы достаточно часто даем при тахикардии, особенно постуральной. Ну, мы лечим антикоагулянтами. Ну, а что мы можем сделать? Давайте мы будем давать всем преднизолон по 100 миллиграмм сразу. Ну, я думаю, что нас вынесут сразу за такой подход. Потому что преднизолон по тяжести осложнений не сопоставим с антикоагулянтами. Почему есть противоположная зависимость от тяжести перенесенной ковидной инфекции? А нет такой, нет, такой зависимости нет. Просто все говорят о том, что все обращают внимание на тех, кто тяжело болел ковидом. И у них проявления постковидные, они совершенно другие часто, потому что они болели ДВС-синдромом, с полиорганной недостаточностью, дыхательной недостаточностью, с поражением почек, с поражением миокарда. И у них на первое место выходят органные поражения. Они там у меня стоят. Просто мы этим не занимаемся. И как-то к нам эти больные не обращаются. Может быть, они все обращаются по месту прописки, не знаю. Но к нам они не попадают. У нас вот есть несколько больных, у которых развился, по-видимому, гипер-воспалительный синдром постковидный. Но это какая-то отдельная тема. Я примерно знаю, как с ними быть. Но проблема в том, что они оказываются в стационаре, а в стационаре нас никто слушать не хочет. Но мы же работаем по всей стране, и тут вот, конечно, совершенно невозможно что-либо сделать. Так, спасибо, все хорошо. Вопросы? Вопросов нет. Ну, хорошо, тогда что я могу вам предложить? Я предлагаю вам следить за нашим сайтом, за нашими рассылками. Еще раз повторю, мы, скорее всего, будем делать еще два вебинара по конкретным проблемам, связанных с деятельностью нашего медицинского бюро. Мы всех приглашаем к участию, в частности, в медицинском бюро. Вы можете присылать нам больных. Мы готовы с вами взаимодействовать на любых ваших условиях. Мы абсолютно открыты. Мы продемонстрировали, что это хорошо работает, что это отлично работает во всех регионах и весях, в разных странах. И даже сейчас, несмотря на то, что нас окружили уже бетонным забором, у нас все равно есть больные из-за границы. Вот вчера записалась больная из Австрии, например. Есть больные из Америки там. То есть, в принципе, мы находим способы с ними общения. Все тогда, всего хорошего, до новых встреч.